Привет всем. Вы на канале Пульс Земли. Ежедневный обзор событий и катаклизмов на земле. Итак, события за 22 декабря. Поехали. На Африку обрушился сильный шторм с градом и молниями. Уже который раз в этом месяце Африка страдает от выпадения крупного града и сильного ветра. Жителям города Петермарецбург пришлось прятаться под крышами, так как огромный град размером с теннисный мяч бил с такой силой, что было повреждено множество автомобилей, крыш домов и различных навесов. Известно, что два человека погибли, они находились под деревом, когда в него попала молния. Непогода разрушила в городе около 20 домов. На этот же город в ноябре прошлого года обрушился град, размеры которого превышали 7 см в диаметре. Тогда ущерб был намного больше. Метеорологи предупреждают людей о том, что в ближайшие дни непогода может вновь обрушиться на ЮАР. Прогнозируются сильные ливни, а также возможен ветер с порывами до 25 метров в секунду. Что-то последнее время Африка стала часто попадать в сводки с непогодой. Во второй половине дня в округе Дан поступило несколько звонков о сложных аварийно-спасательных операциях после наводнения в городе Халон, Израиль. Шторм Кармель, который на данный момент уже стихает, стал причиной наводнения в городе. На некоторых дорогах и городских улицах водители попали в водяные ловушки. Спасателям потребовалось несколько часов, чтобы эвакуировать людей, которые оказались в затруднительном положении. Уровни осадков сами по себе не были исключительно высокими. Тем не менее высота паводка местами достигала более 50 см. Власти предупредили людей держаться подальше от русел рек, пока поток воды остается нестабильным из-за опасных условий, вызванных дождями. В некоторых районах наблюдались перебои в движении транспорта. Сильный ветер, который сопровождал ливень, стал причиной поваленных деревьев и сорванных рекламных конструкций. По сообщениям местных СМИ, несколько человек получили травмы средней степени тяжести. Аномальные морозы накрыли сразу несколько регионов России. Сегодня в Москве днем минус 18, ночью все минус 22. Прошедшая ночь стала самой морозной за последние 54 года. МЧС предупреждает о гололедице и снегопаде. В Ярославской области объявили оранжевый уровень опасности, а в Хабаровском крае экстренные службы работают в усиленном режиме. От Черноморского побережья до Сахалина. В российские регионы пришли сильнейшие морозы, метели и сильный ветер. А в столичном регионе наступил самый морозный день и до 23 ниже 0. Но при ветре и высокой влажности будет казаться, что на улице намного холоднее. В Москве в связи со снижением температуры воздуха коммунальные службы подняли до максимума температуру в системах отопления домов до 130 градусов. Утром 22 декабря в 16 населенных пунктах Якутии зафиксирована температура ниже минус 50 градусов. Самая низкая температура зарегистрирована в пункте метеонаблюдения возле реки Нера Аймеконского района. Там сегодня минус 55. В Аймеконе минус 54, в Бердегестихе минус 53. Непогода накрыла и Украину. Во многих городах прошли и идут снегопады, которые стали причиной плохой видимости на дорогах и как вследствие многочисленных ДТП. В Киев ограничили въезд крупногабаритного транспорта до улучшения погодных условий. Все из-за вчерашней непогоды. Температура воздуха резко снизилась. На утро дороги превратились в катки. Сразу 8 автомобилей столкнулись на трассе Ровно-Луцк. Масштабное ДТП произошло из-за скользкой дороги. Сначала грузовик врезался в легковушку, которая ехала впереди, а следом машины начали догонять друг друга и таранить. Накрыло зимние стихии и Львовскую область. Из-за гололеда на дороге в спальном районе Львова столкнулись троллейбус и маршрутка. Первый мощный снегопад вызвал пробки в Херсоне. В городе произошло два десятка ДТП. На гололедицу и непосыпанные дороги накануне сетовали водители и Николаевской области. Сегодня синоптики прогнозируют прекращение снегопадов, но усилится мороз. От минус 6 на Закарпатье до минус 18 в Харьковской области, а в Карпатах до минус 23. В гавани Эрегли, Турция, были замечены несколько водяных смерчей. Местные жители успели их зафиксировать на свои мобильные устройства и поделиться в социальных сетях. После снегопада, который периодически случался в районе, а также дождей, в море наблюдалось формирование и прохождение нескольких смерчей. Причем некоторые из них имели довольно внушительные размеры. Как сообщают местные жители, за такими природными явлениями можно было наблюдать в течение 20 минут с разных точек города. Около 15 часов 45 минут сформировался самый крупный смерч, наблюдаемый из райцентра и многих кварталов. Было видно, что торнадо поднимает морскую воду и то, что он приближается к стоящему на якоре судну. Один из самых крупных торнадо в порту за короткое время потерял свою силу, не причинив никакого ущерба. В районе южного портала Рокского тоннеля на Транскавказской автомагистрали в Южной Осетии сошла лавина. По данным местных СМИ, под лавину попало здание, в котором находились люди. Спасатели извлекли из-под снега четверых из пяти российских военных. Двое госпитализированы, еще одного врачи спасти не смогли, он умер по дороге в больницу. Четвертый пострадавший был найден без признаков жизни. Ведутся поиски пятого пропавшего. В поисковых мероприятиях задействованы военнослужащие и силы МЧС Южной Осетии в количестве 20 человек и две единицы спецтехники. Движение по Транскавказской магистрали было приостановлено еще утром в понедельник 20 декабря из-за обильного снегопада и угрозы схода лавин. Кроме того, с вечера запрещено движение всех видов транспорта по военно-грузинской дороге. Мощнейшая песчаная буря обрушилась на несколько африканских стран. Видео произошедшего публиковали местные жители в социальных сетях. На опубликованных кадрах видно, как огромная туча из песка надвигается на город стеной. Сильная пыльная буря напугала жителей мыса Нордкап в ЮАР недалеко от Оппингтона. Как сообщают местные жители, буря накрыла город буквально за 15 минут и при этом продержалась около получаса. Видимость упала до нескольких метров. Передвигаться на личном транспорте было практически невозможно. Исследователи из Центра экологии и гидрологии выяснили, что западноафриканские песчаные штормы участились как минимум в три раза. Облака из песка могут подниматься на 16-километровую высоту. Метеорологи проанализировали данные спутниковых наблюдений в разных странах Африки за последние 35 лет и пришли к выводу, что африканские бури стали гораздо более частым явлением. В Индии объявили красную тревогу в связи с сильными холодами в северных штатах. В таких штатах, как Дели, Раджастхан и Мадхи Прадеш, в ближайшие два дня будет очень холодно. Между тем, в некоторых районах северо-западной Индии температура повысится от 3 до 5 градусов по Цельсию, а в центральной и восточной Индии Махараштри почти на 4 градуса по Цельсию. Минимальная температура в обсерватории Савдарджунг, которая считается официальным показателем для столицы, упала до минус 3 градусов Цельсия, что на 5 градусов ниже нормы и является самым низким показателем в этом сезоне. В понедельник метеорологический департамент также выпустил три оранжевых предупреждения в сильных волнах холода в штате Мадхи Прадеш. Непогода продолжает парализовать нормальную жизнь в Раджастане, где четырех районах температура опустилась ниже точки замерзания. Ночная температура составила минус 2 градуса по Цельсию. Власти штата проводят ряд мер по спасению посевов от заморозков. Около 100 человек пропали без вести в результате схода оползня в карьере по добыче нефрита в районе городка Пхакан в штате Качин в Мьянме. Предполагается, что по меньшей мере 10 человек погибли, отмечают местные СМИ. Оползня с катастрофическими последствиями нередко случаются на нефритовых карьерах в районе Пхакана, так как именно там сосредоточены основные мощности страны по добыче нефрита и жидеита, которые поставляются на рынки соседних стран, прежде всего Китая. Администрация карьеров, в которых работает тяжелая техника, допускает к работе также и индивидуальных старателей, которые селятся прямо на отвалах карьера, в которых они ищут камни, пропущенные техникой. При оползнях на отвалах карьеров чаще всего гибнут именно индивидуальные старатели. По меньшей мере 8 человек погибли в результате дождей и наводнения в Боливии. В 7 регионах Боливии отмечен желтый уровень погодной опасности. Пострадало 1667 семей, а также около 1500 гектаров посевов были уничтожены. 7 из 9 департаментов Боливии объявили оранжевую тревогу из-за дождей и наводнений в реках, в то время как по меньшей мере 18 муниципалитетов в департаментах Ла-Пас, Кочабамба, Чукесака и Тариха понесли ущерб. Вице-министр возглавил операцию по спасению трех рабочих в Санта-Круз, которые сначала были окружены внезапным наводнением реки Пирай, а затем унесены течением на несколько километров. Пользователи социальных сетей делились фото и видео последствиями наводнений. Высота паводка в некоторых районах превышала 60 см. Национальная служба метеорологии и гидрологии отмечает, что на ближайшие два дня ожидаются ливневые осадки. А также возможны выходы из берегов шести рек в Кочабамбе. Снегопад, обрушившийся на Севастополь в ночь на 22 декабря, стал настоящим испытанием для коммунальщиков и дорожных служб. В Севастополе из-за снегопада решили не выпускать на дороге школьные автобусы. Власти приняли такое решение, чтобы обезопасить учеников. Напомним, после сильных осадков в городе произошло 15 ДТП. В 50% случаев аварии случались с водителями, не поменявшими летнюю резину на зимнюю. На Ангарском перевале, где за ночь выпало 15 мм осадков, снег блокировал движение автомобилей. К очистке улиц от снега и борьбы с гололедицы в городе привлекли 800 сотрудников дорожных и коммунальных служб и около сотни спецмашин. В Севастополе произошла авария на ЛЭП. Вышел из строя головной участок кабельно-воздушной линии электропередачи. Без электроэнергии оказались жители района Горпищенко. Авариями, пробками на дорогах и гололедом на улицах обернулся для крымчан снег. Он долетел даже до Ялты, что случается нечасто. Непогоду на полуострове прогнозируют и в ближайшие дни. Нынешняя зима приносит снег в Крым уже во второй раз за месяц. В начале декабря он последовал после урагана. Во время наводнения в одном из районов Малайзии, добровольцы и активисты, работавшие ранее в приюте для животных, спасли 120 кошек и собак, которых окружили паводковые воды. Они арендовали лодки, а потом и машины, чтобы спасти 20 собак и 100 кошек. Число жертв сильнейших за последние годы наводнений в Малайзии возросло до 27, тем временем в южных и восточных районах страны продолжаются сильные дожди. Наводнения, вызванные сильными дождями, также вынудили покинуть свои дома около 70 тысяч человек. По меньшей мере 20 человек погибли в штате Силангор, который окружает столицу Малайзии Куала-Лумпур. Еще семь смертельных случаев по вине стихии зарегистрировано в восточном штате Паханг. Затоплены города, перекрыты дороги. Всего бедствия затронуло 210 населенных пунктов в шести штатах. Наиболее серьезно пострадал Силангор. Ожидается, что сезон дождей в Малайзии продлится до февраля. За сутки на Земле произошло 192 землетрясения с магнитудой от 2,0 до 6,2. Землетрясения с магнитудой равной 5 или более, произошли в 8 странах, в каких именно вы можете увидеть на своих экранах. Ну и конечно же, минутка позитива на канале. Пожалуй, одним из самых удивительных чудес природы являются оазисы. Эти небольшие островки жизни среди бескрайних пустынь. Если вас привлекают подобные контрасты, вам непременно необходимо побывать в саду чудес в Дубае. Этот рукотворный оазис является одним из самых больших цветочных парков мира. Поверить в это очень трудно, потому что вокруг парка находится пустыня. Все, кто бывал здесь, в один голос утверждают, что Дубай Миракл Гарден обязательно нужно увидеть хотя бы раз. Дубай Миракл Гарден вошел в книгу рекордов Гиннеса за одну из своих главных достопримечательностей, цветочную стену высотой в 3 метра и протяженностью 800. Вторую награду как самый большой вертикальный сад парк получил за цветочную пирамиду высотой в 10 метров. Над созданием парка трудились лучшие специалисты США и Европы. Для оформления клумб были завезены растения, которые до этого никогда раньше не произрастали на территории Эмиратов. Всего на момент открытия парка в нем было 45 видов различных цветов и их количество растет с каждым новым сезоном. Спасибо вам за просмотр выпуска. Спасибо за внимание. До завтра.